МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это телемарафон 31 Оливье. С сегодняшнего дня и весь декабрь вас ждет гремучая, яркая, зажигательная смесь. Наша миссия – пригласить самых интересных гостей, отмерить гору важной информации, приправить все это зажигательными песнями и танцами, ну и, конечно, добавить щепотку юмора и вуаля! Блюдо готово! 31 Оливье. Перемешать, но не взбалтывать. Сегодня нашим гостем станет губернатор Камчатского края Владимир Солодов, супругой Розалии и сыном Трифоном. Давайте знакомиться. Владимир Викторович, Розалия, Трифон. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 1 декабря, начало предновогоднего марафона, который продлится весь декабрь. Это, возможно, хлопоты в каком-то смысле. Как вы в предвкушении Нового года себя чувствуете? Наверное, как и каждая семья на Камчатке, с некоторым таким замиранием сердца начинаем подводить итоги. Ну и, конечно, готовимся к новогодним праздникам. У Трифона сегодня телевизионный дебют. Да, мы осваиваемся в студии. Ну, вообще, сегодня мы будем стараться вспоминать все самое интересное, все самое яркое, может быть, даже серьезное, но в любом случае, в каком-то смысле, Новый год – это время, когда подводят итоги и планируют на будущее. Скажите, а кто занимается подготовкой дома к Новому году? Ну, как угадайте, с трех раз. Конечно, Розалия. Сорвал просто мне с языка эти слова. Розалия, вы украшаете как-то дом, что делаете? Ёлка стоит? Да, у нас планируется ёлка, пока еще вот только планируем ее поставить, будет гирлянда, но и с учетом маленького человечка, конечно, хочется именно ощущения праздника. Вы недавно, не знаю, что переехали на северо-восток жить, и этот Новый год будете встречать уже на новом месте. Вот какие планы по украшению нового дома? Обжились ли вам? Ну, на самом деле, мы обживаемся, сейчас еще, так скажем, мерочей очень много, вот, заканчиваем этот процесс, но самое главное, мы думаем, как сделать так, чтобы наш Трифон запомнил этот год, у него будет полтора года, как раз первого января, и вот чтобы это чудо ему запомнилось, осталось в памяти. Ну, я надеюсь, что и сегодняшний день тоже запомнится и останется в памяти, потому что ребенок сидит вроде доволен, нравится в нашей студии. Трифон, тебе нравится у нас? Триш, тебе нравится? Как лев делает. По-моему, он очень занят изучением книги, это здорово. Но я вообще думаю, что день сегодня особенный, узнать о нем подробнее поможет наш календарь. Друзья, давайте посмотрим. Первый день зимы мир отмечает День Антарктиды. В разных странах с профессиональным праздником поздравляют неврологов, а в России – хоккеистов. Также в этот день была придумана игра баскетбол. В небо запустили «Спутник-6», а еще родились юморист Геннадий Хазанов, рок-музыкант Гарик Сукачев и иллюзионист Амая Кокопян. 1 декабря 1959 года 12 стран решили, что в мире должен быть хоть один совершенно мирный континент, без военных баз и армейских формирований. С тех пор в первый зимний день отмечается день самой холодной, но самой мирной Антарктиды. Головной мозг состоит в среднем примерно из 100 миллиардов нейронов. Если все эти нейроны выстроить в линию, то длина этой линии составит 966 километров. Во всем этом отлично разбираются неврологи, которые лечат заболевания центральной и периферической нервной системы человека. У этих важных специалистов сегодня профессиональный праздник. А в России сегодня праздник смелых, поскольку, как известно, трус не играет в хоккей. День хоккея в нашей стране отмечают с 2007 года по инициативе известного хоккеиста, чемпиона Владислава Третьяка. Кстати, в этом году в Петропавловске открылся новый крытый ледовый каток «Вулкан». Теперь там занимаются и хоккеем, и фигурным катанием. 1 декабря 1891 года находчивый физрук развесил в зале фруктовые корзины, куда можно было забрасывать мячи. Так он сделал, чтобы завлечь на уроки нерадивых студентов. А потом еще придумал 13 правил новой игры. Так Джеймс Нейсмит изобрел баскетбол. А в 1960 году «Спутник-6» вывел на орбиту собак, мушка и пчелка. Двух морских свинок, двух белых лабораторных крыс, 26 мышей, а также семена гороха, пшеницы, кукурузы и гречихи. Советский полководец, четырежды герой Советского Союза Георгий Жуков, великий русский математик Николай Лобачевский, американский кинорежиссер Вуди Аллен, юморист Геннадий Хазанов, рок-музыкант Гарик Сукачев и самый известный советский фокусник Амаяк Акопян. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы тут нарезаем новогодний салат из хорошего настроения и самых интересных событий. Розалия, скажите, а каким этот год был для вас? Он был очень динамичным. Он совпал с первым годом активности Трифона. Это первый раз пополз, первый раз сел, встал и первые шаги. Конечно, вот вокруг этого все впечатления. Плюс удалось все-таки немножко больше погрузиться в Камчатку. Это первый фрирайд. Ух ты! Да, удалось освоить немножко. И, конечно же, впечатление вообще о всех сезонах. Первый раз именно полноценно весь год провели здесь. А какое это впечатление от Камчатки? Оно разное, поскольку действительно и Камчатка разная. То есть это всегда свобода в горах. Это ощущение ветра и снега, когда ты спускаешься по склону. В этом году было потрясающе теплое лето. И, конечно, вот эта теплота была тоже очень неизменна. Ну и, конечно, всегда улыбки, поскольку вокруг классная природа, маленький ребенок, который всему новому всегда улыбается. И отмотая немножко времени назад, когда вы узнали, что придется ехать на Камчатку, жить, какое было у вас впечатление? Как вы отреагировали? Здорово. То есть, поскольку мы были здесь в 2016 году, то у нас осталось очень хорошее впечатление от Камчатки. Мы планировали вернуться, безусловно. И ощущение было, что здорово, что мы попадаем в такой край. Сегодня ожидания оправдались? Они ни чуточку не изменились? Нет, конечно же, нет. И, мне кажется, становится только лучше, потому что вокруг все улучшается и становится удобнее. Владимир Викторович, вот Розалия только что сказала о том, что это был очень активный такой год развития для Трифона. Вам, как занятому человеку, удалось видеть все эти этапы? Или, может быть, что-то пропустили, о чем-то жалеете? Ну, так скажем, я очень старался ничего не пропустить. И могу сказать, что свой лучший подарок на день рождения получил от Трифона, который в этот день пошел первый раз. Готовился к этому, но пошел именно на мой день рождения. И для меня действительно важно с ребенком как можно больше времени проводить, хотя это и задача у меня на будущее, потому что не всегда это удается, скажем прямо. Розалия, какое у вас любимое блюдо? Тут сложно ответить, какое блюдо любимое, поскольку я человек, который всегда любит что-то новое. То есть у нас никогда не бывает чего-то одного каждый год. Мы стараемся гибко подходить к этому, выбирать что-то новенькое и интересное. Но, наверное, единственное блюдо, которое каждый год у нас на столе, это мандарины. Как и у нас. Да, у нас так же. Ну, а большинство россиян без оливье и мандарина в себе не представляют Новый год. И у нас на эту тему есть дорисовка, давайте ее посмотрим. Салат Оливье появился в России в позапрошлом веке как блюдо для богатых. В его составе были рябчики, омары, раки, поясная икра и телячий язык. Его изобретателем называют повара московского ресторана «Эрмитаж» Люсьена Оливье. За полтора века рецепт салата сильно изменился, но как был Оливье блюдом, всегда желанным и дорогим на праздничном столе, так и остался. Это салат, с которого большинство россиян начинает праздничное застолье и готовят его всяк на свой лад – с птицей, мясом, рыбой, колбасой и даже с морепродуктами. Интересно, что самая большая порция салата Оливье была приготовлена в декабре 2016 года в Екатеринбурге. Салатик потянул на 3333 килограмма, и только майонеза там было больше полутонны. Оливье было и остается нашим родным и незыблемым салатом. Для россиян это салат с большой буквы. Розаля, скажите, а вы гордитесь успехами мужа на работе? Поддерживаете его? Конечно, как можно по-другому. По возможности поддерживаю, в том плане, что, к сожалению, очень редко удается видеться в дневное время суток, но при этом, конечно же, про его успехи все отмечают, и это важно. И, мне кажется, опять же, ощущение, что есть надежный тыл дома, это, безусловно, тоже фактор успеха. Вы как-то следите за деятельностью губернатора? Политика интересует ли вас вообще эти вещи? Ну, политикой я стала интересоваться с недавних пор. А за деятельностью, конечно. Мне кажется, все мои знакомые уже подписаны на Инстаграм, на Телеграм-каналы. И мне, даже если я не успеваю следить, мне обязательно кто-нибудь расскажет. А новости смотрите, чтобы быть в курсе того, что происходит? Ну, я не смотрю новости по телевизору. То есть я обычно просто его не включаю из педагогических соображений. Вот, но отслеживаю, конечно же, все происходящее. Пока мы тут активно разговариваем, папа занимается ребенком. Владимир Викторович, как вы себя чувствуете в апостасе отста? На самом деле, в те немногие, честно просто нужно признаться, минуты, когда я все-таки с сыном невозможность проводить. Я чувствую себя счастливым. Это и есть счастье. И, конечно, хочется, чтобы таких минут было больше. Но я хотел вернуться к традициям новогодним, потому что действительно у нас в семье, может быть, традиции меньше привязаны к кулинарии, больше привязаны к каким-то таким ритуалам, привычкам. Например, вот у меня в семье мы всегда обязательно все собирались на Рождество. Это как до сих пор стараемся у родителей. До этого пока были живы бабушки, братья. У них большая очень семья, у моей бабушки. Это вот такие традиции, которые скорее связаны с общением. Очень интересно, у нас было тоже заведено, на новогодних каникулах всегда нам читали новогодние рождественские рассказы. И вот эта атмосфера праздника, она передавалась, может быть, в меньшей степени через застолье или через такие какие-то вещи, связанные с едой, а больше именно через рассказы, через сказки, через посещение спектаклей и приобщение к этой новогодней магии, конечно. Ну и активный отдых на природе. У меня три брата, и поэтому нам никогда не было скучно и всегда хватало, чем заняться во дворе и на горках, на прекрасной зимней погоде. Поэтому стараемся это же и сыну передавать, чтобы у него вот такое ощущение, неважно, какое время года, зима, осень, лето, побольше времени на улице и побольше активности. Новый год – семейный праздник. Конечно, это праздник детства. На самом деле это праздник, который объединяет всех нас без исключения. И в этот день мы все ненадолго снова становимся детьми. Верим в чудо, верим в лучшее и стараемся им делиться. И в этом и есть магия Нового года. Вообще Новый год – время, когда люди подводят итоги. Предлагаю посмотреть один видеоролик, наверное, самых ключевых решений губернатора Камчатского края за 2021 год. 2021 год запомнится решением целого ряда вопросов, важных для жителей Камчатского края. Один из них – строительство краевой больницы. Процесс, зависший на несколько лет, удалось сдвинуть с места. Глава региона добился федеральной поддержки. В августе, после поступления средств, на площадку начали завозить материалы. А сейчас там уже растут железобетонные конструкции. Теперь строительству ничто не должно помешать. Даже во время кризиса в морских грузовых перевозках губернатор взял под контроль доставку на Камчатку. В числе приоритетных грузов – стройматериалы. Все силы прилагаем для того, чтобы это не повлияло на сроки реализации наших крупнейших, в первую очередь, приоритетных строительных объектов, таких как Камчатская краевая больница. Ещё одна проблема, которая накапливалась десятилетиями, касается экологии. Сейчас в Овачинской бухте находится огромное количество металлолома. В 2021 году по распоряжению губернатора было установлено местонахождение старых затонувших судов. Их подъём вошёл в план генеральной уборки природных территорий края. Эта инициатива получила поддержку в федеральном правительстве. Мы оцифровали каждое судно. Оно сейчас есть на карте. И любой желающий предприниматель может, ознакомившись с его состоянием, взяться за подъём судна. В 2021 году приступили к разработке проекта рекультивации Козельского полигона. Ядохимикаты, захороненные ещё в советское время, вывезут за пределы региона в специальное хранилище. Бывший полигон в районе домашних вулканов покроют плодородной землёй. Ещё одно важное событие этого года – создание лаборатории климата «Океан» тоже поддержали в правительстве страны. Необходимость в экомониторинге созрела давно. Туристический поток на Камчатку растёт. А события на Холоктерском пляже осенью 2020 года показали, что медлить нельзя. Изменения климата и экологической обстановки нужно изучать подробно и регулярно. Лаборатория, которую мы создаём, и которая должна объединить наши ведущие исследовательские центры и институты исследовательских Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской академии наук, ДВФУ, позволят более точные ответы на эти вопросы найти. Одно из значимых решений в социальной сфере коснулось камчатских выпускников. В 2021 году молодёжь получает дополнительную помощь из бюджета региона при поступлении в высшеучебные заведения по целевому набору. Также студентам обеспечивают проезд домой и обратно во время каникул. И самое главное, молодые специалисты получают гарантированное рабочее место, на котором будут обязаны трудиться не меньше трёх лет. Те задачи, которые поставлены перед развитием Камчатского края, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, исполнены только в тот момент, когда самая талантливая молодёжь будет оставаться на нашей родной земле. Несмотря на сложный год, Камчатку продолжают благоустраивать. Было решено привлечь к этому процессу как можно больше жителей края. Широкий отклик нашла ещё одна инициатива главы региона – проект «Решаем вместе». В каждом районе камчатцы сами выбирали, что им нужно, в первую очередь на городских и сельских улицах. В итоге, увидев результаты проекта «Город для жизни», в этом году, решая вместе в голосовании за детские площадки, спортивные комплексы и скверы, участвовали уже десятки тысяч человек. То, что нам удалось, я считаю, что переломить настроение в обществе и вовлечь в решение окружающих нас проблем жителей, возьмём те же самые пресловутые покрышки. Это большое достижение, не моё, а достижение всей команды и достижение, наверное, каждого жителя Камчатки, за которое я хочу поблагодарить за то самое неравнодушие и готовность откликаться на те вызовы, которые перед нами стоят. Как видно из видеоролика, насыщенный выдался этот год. Что можете добавить, прокомментировать от себя? Ну, для меня самое главное, что в прошлом году удалось нам собрать команду, которая теперь сможет достигать те цели, которые наши жители ждут от нас и которые я ставлю перед ней. Очень много предстоит сделать, и главный фактор в этом – это команда единомышленников, готовых прикладывать все усилия для этого. Для меня это главный результат и главное достижение, могу сказать, прошлого года. Хотя, конечно, приятно, что есть и исторические действительно вещи, которые происходят. Я бы здесь, может быть, добавил дороги, которые мы запустили, потому что ведь никогда в истории Камчатки таких дорог не было. И вот федеральные трассы её задумали в таком исполнении в 83-м году. Мне тогда годик был, вот как Трифону сейчас. И, получается, в этом году мы реализовали план, задуманный в советское время. Уверен, что это войдёт в историю. Мы закладываем сейчас исторические проекты, которым потребуется несколько лет реализовывать. Часть из них мы уже видели, часть мы находятся в проработке, но видим и конкретные результаты. И тоже это приятно. Приятно, что люди чувствуют изменения. Это очень важно психологически, что пусть и небольшими шажками, но мы движемся вперёд, и это создаёт ощущение оптимизма и ощущение того, что всё у нас получится. Но и мне очень важно, что в обществе у нас на Камчатке разные люди двигают интересные проекты. Это и серферы со своим лагерем, которые к себе притягивают как к магнитам людей. Это и исследователи Сергея Алена Самойленко, которые своим вулканариумом, музеем прямо заряжают людей на любовь к нашей природе и стремление поизучать её. Это и ребята, которые занимаются продвижением Камчатки через бренд «Береги Камчатку» и многие другие. И вот то, что есть ощущение того, что большая, широкая команда во всём обществе работает на это. Наверное, это главное, и это то, что хочется продолжать. Говоря, кстати, про большую команду, сейчас смотрю, как активно Трифон изучает ёлку и всё, что есть в студии. У вас ведь тоже такая уже большая команда. Как, кстати говоря о Трифоне, расскажите больше о ребёнке. Он шалун? Трифон, зачем ты снял шарик? Хотя что тут рассказывать наглядно видно. Сейчас будет украшать ёлку. Да, он понял, что просто непорядок, что ёлка без украшений. Дома вы стараетесь привлекать его? Ну, понятно, что он ещё маленький, но каким-то, может быть, делам, что-то совместно делать? Да, у него есть как бы условные обязанности, которые стараемся, чтобы он помогал выполнять. То есть собирал игрушки. Мы вместе всегда с удовольствием разбираем стиральную машину. Какие игры больше всего любят? Больше всего любят читать книжки. Вот я и смотрю, у нас на столе очень много книг, и это, на самом деле, приятно. И, к сожалению, редко сейчас увидишь. В основном, игрушки. Он книги прям листает, смотрит, читает. Он очень любит, когда ему не просто листаешь книгу, а вот рассказываешь, читаешь сказку. Там, если ему какой-то сюжет или персонаж интересен, он прям показывает и просит рассказать, что это. Триш, раз покажешь, как книжка делай. Второе, наверное, полюбие – это машинки. Но машинки сейчас уходят на второй план, и больше всё-таки книги. Родители иногда загадывают наперёд, кем вот станет сын, куда пойдёт. Есть ли у вас такой план? Похоже. Выбрать ему какое-нибудь направление хотя бы, подсказать, подтолкнуть. Нет, мы об этом тоже не рассуждали, но мне кажется, тут важно просто дать все возможности, чтобы он раскрылся, чтобы ему было интересно, и он был счастливым человеком. Потому что сложно предугадать, во-первых, что будет через 20 лет и какие профессии, что будет вообще в обществе популярно. Может быть, уже летающие автомобили. Да, конечно. И очень понадобятся люди, которые могут их там обслуживать, чинить, либо водить, наверное. Да, конечно, сложно предугадать. То, что хочется, это передать ценности, и действительно сделать правильным, хорошим человеком. А если они будут, то и Трифон будет счастливым. Вне зависимости от того, будут автомобили летать, ползать или их вообще не будет. Мне кажется, это главное, и это то, что мы стараемся привить нашему малышу. А как вы его называете дома ласково? Трифон, Триша, Тришенька. Я знаю, что вы очень любите спорт. И вот интересно, Трифона отдадите куда-нибудь в спортивную секцию? Конечно. Наверное, сейчас еще чуть-чуть рано, полтора года, но к следующей зиме, ему будет два с половиной, рассчитываем начинать ставить на горные лыжи. Мы катаемся всей семьей. И даже в прошлом году, пока Трифон был в коляске, он по очереди дежурили с ним внизу, горы на морозной нашей, вот пока по очереди катались горки сами. Поэтому в первых планах горные лыжи. Ну а потом будем смотреть, что по душе придется. Я считаю, что самое главное, это не высокие достижения, не олимпийская сборная, а это просто привычка к здоровому образу жизни и к спорту, как, знаете, такому воспитанию характера. Ну, кстати, о спорте. Сегодня особенно день, 1 декабря, день хоккея. И у нас есть об этом особенный сюжет. Давайте посмотрим. И детям нравится хоккей, и нам нравится хоккей. Ну и вообще, как говорится, трус не играет в хоккей. В семье Щербенко нет трусов. Все трое сыновей играют в хоккей. Старшие Даниил и Денис в этом виде спорта уже более двух лет. Чем именно этот спорт привлекает? Всем. Мне нравится хоккей, потому что нравится. Прежде ребята тренировались только в зимнее время года. Первый каток с искусственным льдом появился в краевой столице в декабре 2018 года. И уже в феврале 2019-го на Солнечной состоялся первый матч воспитанников детской спортшколы. Сколько мата блокировка? Все. Раньше каток готовили к тренировкам с помощью специальной ледозаливочной машины. Хоть площадка и отвечала всем требованиям и по качеству льда, и по размерам площадки, тренировочное время было ограничено. Каток хороший, но проблема пока решена не полностью. Потому что каток, как вы видите, открытого типа, а все-таки для профессионального занятия какие, нужен закрытый каток. К строительству долгожданного объекта приступили летом 2020-го. Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки, всего за 8 месяцев. Ледовая арена «Вулкан» стала примером успешного сотрудничества власти и бизнеса. Строительство велось за счет инвестора, транспортной компании «Логистик». Проектные работы финансировало правительство Камчатского края. Тот объект, который был введен в феврале «Вулкан», это предмет гордости для нас, потому что, наконец, мы имеем действительно конкурентоспособное, по оценке специалистов, лучший тренировочный комплекс на Дальнем Востоке. Особенно приятно, что объект уже живет, тренировка с детьми, и уже не хватает свободных слотов для тренировок. Действительно, почти каждый час на льду расписан. Тренировки здесь начинаются в 6 утра, занимаются порой до ночи, до 24 часов. Самые ранние тренировки в 6 утра начинаются. Каждый день? Практически, да, в 6 утра. И до 12 часов ночи. Но детская хоккейная школа занимается до 8 вечера. Дальше уже проходят соревнования, краевые или городские, какие-то взрослые, любительские. И есть любители, которые желают покупать лед в 11-12 часов ночи. Для фигуристов выделили два выходных дня. Правда, время для тренировок не совсем удобное. В субботу занятия начинаются в 8 утра, а в воскресенье с 18.30. Лед очень хороший. Спасибо строителям, которые построили такой дворец спорта. Замечательный дворец спорта. Мы очень рады, но очень много желающих. На тренировке присутствует до 50 человек. Тренеров 8. Распределяемся по площадке, находим себе место, не ссоримся. Не ссоримся, понимаем, что условия тяжелые. И все равно в таких условиях подготовлены на разные спортивные группы. Тренеров у нас много. Желающих много заниматься. Желающих много заниматься. Да, вот если бы было более удобное время, тогда бы у нас вообще нельзя было на каток вступить. Крытый каток – это хоккейная коробка стандартного размера 26 на 56. Трибуны на 200 мест. Два спортивных зала для специальной физической подготовки хоккеистов. Командные раздевалки с душевыми. Пункт проката спортивного инвентаря. Гардероб для посетителей. Медицинский пункт, а также технические помещения. После открытия арены произошел всплеск интереса к рядовым видам спорта. По словам главы края Владимира Солодова, сейчас прорабатывается возможность строительства подобных объектов и в других муниципалитетах Камчатки. Владимир Викторович, а как вам эта новая площадка? На самом деле абсолютно потрясающе. Вот на нее приходишь и хочется приходить снова. Это удовольствие. И я вижу среди людей, которые ходят на хоккей, что именно качество самой площадки стало фактором привлечения. Потому что действительно получаешь удовольствие, какая раздевалка, как выход на трибуны сделан, какой лед, даже, извиняюсь, подсветка и музыка. Все это привлекает детей. И вы же знаете, что у нас настоящий бум интереса к хоккею. Открываются классы в школах, запрос идет от родителей, чтобы новые были. Поэтому считаю, что это замечательное достижение. И будем стараться, чтобы разные площадки такого же качества у нас побольше появлялось. Давайте поговорим о планах на будущее. Топ-5 задач, которые вы ставите в следующем году перед собой. Топ-5 довольно сложный вопрос, потому что в работе у меня не 5, а 25 задач. Но сегодня хочется меньше про работу, хочется про какие-то такие общие вещи. Наверное, главная задача, по крайней мере, номер один для меня, это найти баланс между работой и семьей. Потому что пока, честно говоря, работа, конечно, отнимает все отведенное время и даже немножко больше. Чуть-чуть на сон хватает, где-то вот урывками увидеться с близкими, обижаются и родственники мои немножко. Конечно, Триша очень много внимания просит. Поэтому главная задача научиться вот этот баланс находить. Правильно говорят, что если тебе не хватает времени, ты просто не умеешь его планировать. Поэтому вот эту задачу, которую я перед собой ставлю, номер один. Задача номер два, ну если так проличная продолжать, это совершенствоваться в видах спорта, которым начал заниматься активно здесь на Камчатке. Это для меня задача принять участие в соревнованиях по беговым лыжам. Я на беговых лыжах не очень хорошо езжу и в прошлом году не стал участвовать, потому что не был готов. Задача к марту подойти уже с готовностью и принять участие в этих соревнованиях. Ну и про лыжню России сейчас. Да, про лыжню России. Может быть полумарафон, я так говорю осторожно, может быть. Но задачу так и уставлю перед собой. Ну и в целом, на самом деле тоже непростая задача, это сохранять вот эту регулярность в спортивной физической подготовке. Это что касается, так скажем, саморазвития. Что касается задач по работе, наверное, для меня главное продолжить укреплять команду. Я сказал, что мы ее сформировали, но это постоянная задача. Нужно укреплять, нужно сплачивать, нужно развивать команду и нацеливать на правильные цели. И вот эти стратегические задачи удержания приоритетов и развития моей команды, добиться того, чтобы они не перегорели, чтобы они были мотивированы. И одновременно мы быстро достигали результатов, которые от нас ждут. Это, наверное, третья главнейшая задача. Ну и если уж говорить про работу, то для меня те вещи, на которые сфокусировались, это две такие зоны. Это задачи, связанные со здравоохранением. Мы осознанно объявляли год 2021 годом здоровья. Расскажите, вот получился ли он таким? Он получился с точки зрения внимания, которому здоровье ему уделялись. Но я честно скажу, он не получился с точки зрения соответствия системы здравоохранения, медицины, ожиданиям наших граждан. Это остается, наверное, задачей номер один. Можно говорить о том, что мы ее не выполнили, потому что была пандемия. Она действительно не дала нам системную работу запустить. Но это не является дальше извинением. Наша задача как раз на следующий год сделать так, чтобы жители почувствовали изменение настроя в медицине, подхода, принципов. Да, мы не введем еще больницу. Да, нам останется там время, чтобы строить объекты, и мы будем привлекать врачей поэтапно. Но почувствовать изменение подхода жители должны в следующем году. А вторая зона – это городская среда. Пока мы таких символических сдвигов добились в виде детских площадок, в виде проекта «Решаем вместе», в рамках которого в каждом населенном пункте, исторически тоже можно вдуматься, никогда такого не было, в каждом населенном пункте на Камчатке появился один объект благоустройства. По выбору граждан, то, что жители сами посчитали самым нужным. Но моя задача – перейти уже к качественным сдвигам, сосредоточиться на центре города Петропавловска-Камчатского, обсудить с жителями, как он будет развиваться дальше, и уже увидеть первые сдвиги и первые результаты. Мне очень хочется, вот как такой критерий, как лакмусовая бумажка, чтобы человек, который приезжает в Петропавловск-Камчатский, как турист, например, сходит с борта круизного лайнера. Ему хотелось возвращаться в город. Ему хотелось задержаться в нашем городе подольше. Не ради пейзажа, не ради активного отдыха, а сам город, чтобы привлекал. Сейчас это не так. Наоборот, честно признаемся, город, так скажем, производит грустное впечатление на туристов. Вот мне хочется, как задача на 2022 год, решать и к 2023 году. Тем более в 2023 году у нас исторические тоже будут результаты. Это и ввод аэропорта в конце 2023 года, и другие инфраструктурные задачи. Чтобы в 2023 году, за 2022 год подготовить нашу столицу к приему гостей. Но гости — это просто критерий, потому что ведь и нам самим будет приятнее и комфортнее в городе бывать и проводить больше времени на улицах и в общественных местах. К нам возвращается Трифон. А говоря про туризм, как раз вы любите путешествия? Путешествия всей семьей в том числе. Командировок у вас очень много. Ну, видите, сейчас всей семьей довольно тяжело нам путешествовать, поскольку у Трифона свой график. И, честно говоря, конечно, он устает от путешествий длительных. Хуже перестраиваться на часовые пояса, ему приходится довольно долго адаптироваться. Поэтому количество путешествий мы сейчас минимизировали. Хотя сами мы, конечно, много путешествуем. Это одно из наших любимых времяпрепровождений. Но тоже я тут скажу, что в последнее время с моей работой я больше становлюсь домоседом, потому что настолько много приходится ездить по работе, что хочется уже немножко времени провести дома. Ну вот, а за это время вам уже удалось познакомиться с камчатцами, с жителями полуострова. Какие они? Как бы вы их характеризовали? Ну, для меня самая главная характеристика – это то, что они неравнодушны. Можно как угодно относиться к нашим жителям, но их точно нельзя назвать равнодушными, не имеющими своего мнения. И они очень любят свой край. Любят особой любовью, такой немножко критичной, немножко с болью, я бы даже сказал. Но именно это, наверное, и характеризует искреннее чувство. А это действительно неравнодушные, любящие свой край люди, которые болеют за его развитие и которые хотят видеть его процветающим. Кстати, говоря про камчатцев, на самом деле эти люди еще и с чувством юмора. Видели ли вы и слышали, что про вас, и тогда делают мемы? Я не знаю, Розалия видела мемы про меня. Ну, если даже не видели, предлагаю небольшую подборку посмотреть сейчас на ваших экранах. Субтитры сделал DimaTorzok Чувство юмора у наших жителей иногда, ну, прям прекрасное. Особенно в век соцсетей шутки стали еще острее. Какой ваш любимый мем? Ну, во-первых, я считаю, что чувство юмора – это вообще прекрасное чувство. И я очень спокойно отношусь к шуткам, в том числе и над собой. И сам люблю тоже шутить. Потому что вот такая, знаете, звериная серьезность, она никогда до добра не доведет. И то, что люди подшучивают, я считаю абсолютно правильным. И только поддерживаю это, можно так сказать. Но не все мемы вошли. Мне, например, больше всего нравятся мемы про Сингапур. Жителям действительно понравилась моя цитата про то, что Камчатку можно сделать сингапуром. Ну и, конечно, картинки с пальмами на берегу Озерновской косы. Или сингапурский экспресс, который отправляется в теличики мимо здания правительства. Мне кажется, это прекрасные образцы художественного народного творчества. Трифона, молодого человека, мы отправили на тихий час. Можно поговорить и на серьезные темы. Например, каким будет Петропавловск, чего ждать к Новому году? Как готовится Камчатка? Какие сюрпризы будут, может быть? Наша задача сделать так, чтобы каждый житель Петропавловска, всей Камчатки почувствовал праздник вне зависимости от своего семейного положения, предпочтений. К сожалению, мы помним, что в прошлом году серьезные ограничения по мероприятиям в помещениях были ввиду всплеска заболеваемости. Я очень надеюсь, что те меры, которые мы предпринимаем сейчас, позволят Новый год 2022 года встретить более привычно. Провести и праздники, так скажем, в помещениях в привычном формате. Но в любом случае мы готовим широкую линейку мероприятий, в которой каждый найдет на себя занятие по душе. Мне очень хочется, чтобы активный отдых в эти длинные выходные стал более доступным. Так, немножко приоткрывая наши заготовки, мы хотим сделать бесплатный в несколько дней катание на горнолыжных трассах наших. Мы много возможностей для активного отдыха в самом городе предусмотрим. Ну и те форматы, которые показали себя в прошлом году, связанные с усадьбой Деда Мороза, с гуляниями, с форматом катков. Это, кстати, тоже одна из задач, которую в этом году нам нужно будет более серьезно отработать и сделать катки действительно не просто местом, где люди катаются на коньках, а где создается праздничное настроение, где люди приобщаются к новогоднему волшебству. Кстати, и о новогоднем настроении. Мы обратились к жителям и спросили у них, что создает ваше новогоднее настроение. Давайте посмотрим в нашем опросе. Снег пушистый, мандарины. Ну это погода, это снег, это снегопад, хлопья, не знаю. Да, опять же настроение, которое ищут новые подарки, ищут подарки для детей, для себя, для родных, близких. Ну вот я сегодня представляла то, что, к меру, мы с парнем готовим глинтвейн вместе, безалкогольный глинтвейн. Укутаемся в предик и смотрим всякие новогодние фильмы. Она появляется обычно, но где-то в середине декабря, наверное, когда уже начинается такой город преображаться к Новому году. Ну и плюс работа связана с детьми, в школе работают. Когда в школе начинается подготовка к утренникам, вот тогда уже начинается вот это вот новогоднее настроение. Разукрашенные, то есть гирлянды везде, елки стоят. Ну так обычно новогоднее настроение начинается только ближе там 25-26 числа. Елка, игрушки, чай, глинтвейн горячий, шампанское, мандарины. Во-первых, наличие игрушек в магазинах, да, развесили, мишуру, ну и немножечко припорошила снегом. То есть все предвещает приближение праздника. А мы сегодня в нашей первой передаче даем старт новой традиции. Все наши гости приходят в нашу студию с подарками. Мы пока их будем складывать под нашу студийную елочку, а попозже передадим деткам с ограниченными возможностями здоровья. Я знаю, что вы принесли первый подарок. Совершенно верно. Мы приготовили подарок такой, очень понравился нашему ребенку. Он много времени с ним проводит и надеюсь, что понравится и деткам, ребенку, который получит от нас его. Ну и, конечно, книжки, которым тоже, мне кажется, важно приучать детей с самого раннего возраста. Это наш вклад в новогоднюю традицию. Замечательно. Я думаю, что этот подарок совершенно точно понравится его обладателю. Чуть попозже мы его передадим, а пока он отправится под нашу елочку. Ну а я же предлагаю вам отправиться вместе с нами на кухню. Это телемарафон 31 Оливье. И мы с нашими гостями переместились на кухню для того, чтобы готовить одно из, наверное, самых традиционных и любимых блюд многих жителей Камчатки. Пельмени мы сегодня будем лепить, друзья. И это не просто готовка. Это целое задание для наших гостей, потому что, как они сами признались, давно этим не занимались. Смотрите, тесто у нас есть, фарш у нас есть, мука есть. В принципе, все необходимые инструменты тоже есть. Поэтому командуйте, давайте будем начинать. Командовать будет Розалия. Приступаем. Муску сыпем на... Поехали. Фарш у нас не соленый, его надо будет посолить, поэтому... Давайте вспомним, как давно был такой момент, что вы готовили... Лепили пельмени. Когда я готовил что-либо, было недавно. Это был бургер. Мы помним этот бургер, да. Так, а пельмени? Пельмени — это Крозалия. У нас в семье, я выросла тоже в большой семье, поэтому обычно мы зимой, как только наступали холода, это был такой полноценный вечер, когда мама раскатывала о наших детской обязанностях, или тоже, когда выросли, была именно лепить пельмени. И это так прям вот... Было многое замораживалось на улице, так, чтобы наверняка намного хватило. А вы что стоите? Я оденусь и работаю. Берешь скалку, мы подсказываем. Я вообще ищу соль, но ее здесь нет. Она с твоей стороны, посмотрю у себя. Сейчас поищу. А у вас есть какой-то коронный стиль лепки? Кролем. Я нашла соль. Ну, мне кажется, вообще... Именно в плане лепки, наверное, коронного нет, потому что лепить оно везде одинаково. Вот тут отличаются технологии приготовления и раскатывания теста. То есть у нас традиционно мы раскатываем большой блин и затем нарезаем ножом. Добавлю руки немножко в запас. Я пока предлагаю посолить наш фарш, подготовить его около. У меня, кстати, уже готово то, чем мы будем делать формочки. Может быть, не только формочки. Может, так как мы будем делать. Обычно под Новый год, в принципе, в эти самые моменты приготовления делают не только формочки. Обычное разделение труда. Мужская команда занимается. Но это уже почек, а пельмени сварены. Тяжелая мужской работа. А у нас, из того, что я помню, наверное, только селедка под шубой. Из обязательных атрибутов новогодних. А как же оливье? Вот почему-то у нас больше даже селедка запомнилась. Не будем с названием спорить. А желание на Новый год загадывать? Да, конечно, желание, да. Куранты обязательно. Даже если у меня бывало, что я в Новый год был где-то в отъездах, не дома, всяко бывало. Все равно запись президента, трансляция. В интернете где-то искали пару раз. Ну, кстати, в прошлый раз мы с вами на Новый год встретились в центре города, поздравляли жителей. Очень надеюсь, что этот год тоже не станет исключением. Можем на центральной площади послушать президента. А кто у нас дома руководит? Угадайте. Мне хватает руководства на работе, честно скажу. Мне кажется, уже достаточно. Ну да, может быть, уже и хватит, Розаля, подсказывайте. У вас опыт переменной больше, наверное. Чуть-чуть, мне кажется, просто чтобы поровнее было. Розаля, вот вы сейчас в декрете. Когда планируете выходить на работу? Я уже вышла. Поэтому план уже почти как с года Трифона. Я вернулась на свою работу в дистанционном формате. Вот я работала до декрета фармацевтической компании, отвечала за развитие направления работы с пациентским сообществом. И вот продолжаю это делать в соответственном удовольном режиме. Я тоже считаю, что я прям вошел во вкус. Теперь мы берем оружие главное и делаем кружочки. Может быть, еще стакан есть? Еще стакан есть за тобой. За мной? За тобой. Я сейчас посмотрю. Так, поделюсь. Если начать с этой стороны делать кружочки, то мы сможем параллельно лепить. А складывать мы будем на вот зеленое. Или вы сразу будете лепить? Будем лепить. А, вот так. Да, да, да. И мы будем выкладывать. Вот, нашел. Присоединяйтесь, пожалуйста. А может быть, еще найду даже сразу. Мясо не жалеем? Что планируете делать на новогодние каникулы? Вообще отзыв планируется? Если они такие, губернаторы, кстати. Ну, честно говоря, прошлый год выдался неурожайным на каникулы. Мы буквально, я недельку только брал в мае в Сочи съездили. Поэтому я, конечно, с нетерпением жду, не буду скрывать новогодних выходных дней. Нужно будет обязательно с родными увидеться, потому что, конечно, все скучают. Камчатка далеко. У меня все родственники в центральной части России. Вот поэтому встретим Новый год на Камчатке дома. А потом планирую с родственниками пообщаться, немножко компенсировать тот недостаток внимания, который уделяли. Родители, к сожалению, уже тоже не молодеют за 70 уже. Поэтому тоже внимание нужно уделить. Оба родителя у нас работают. Когда Трифон пойдет в садик? Какой план? План пока был, что все-таки не раньше, чем когда ему исполнится два года. То есть следующей осенью. Пока план, что пойдет. А уже решили, в какой садик? Куда-то уже записано, там же как-то через госуслуги. Я просто такой изнаток про садики всего. А мы пока еще нет. Поэтому мы только решили, что пойдет, но еще не занимались. Но в любом случае, я знаю, что действительно на северо-востоке не все просто с садиками. Поэтому, может быть, в ближайшее время нужно будет уже озаботиться. В этом году, по-моему, и садики тоже открывались новые. Да. В этом году, правда, не прямо в этом районе, но в Салковского. Вот мы ждем открытия, в декабре будет. На самом деле, в этом году мне прям приятно подвести итоги. Мы в Елизово два садика открыли, в Ключах строится в Вилючинске в следующем году, откроется на Салковского, откроется. То есть такой урожай, конечно, серьезный. И уверен, что это облегчит ситуацию. Может быть, глядишь, и не понадобится так заранее записываться в будущем. А я не поняла, почему вы стоите? Мы ждем. А мы можем передать вам. А что делать? Помогайте, эту часть мы уже... И начинаем лепить. Все понятно. Ну, хорошо. Да, прекрасно. Садиков много. Сейчас вообще так много социальных всяких вещей для детей. Думаете ли вы, может быть, дочку? Это как Бог даст. Знаете, тут загадывать. Человек предполагает, а Бог располагает. В этом случае точно вернее не скажешь. А я хочу обратить внимание, что Розаля уже начала лепить подмену. И делает это настолько мастерски, что я просто боюсь братьев. А бывали какие-нибудь, может быть, необычные новогодние истории? Это же, ну, год, время чудес. Всякое бывает. Когда что-то, может быть, шло не так, не по плану. Первое января приходилось встречать в пути. Я помню, что я как-то прямо первое января в полете был. Поэтому всю ночь спокойно поспал, встретив Новый год, а потом полетел домой уже. Вот так пойдет? Да. Или надо их залепить вот так? Надо вот так залепить. Ну, как вам, кстати, вообще камчатская зима? Шикарная. С ее пургами. Я считаю, что на Камчатке лучшая зима, ну, точно в стране, не знаю, в мире, может, где-то есть лучшая, но вот то количество снега, то те возможности зимних видов отдыха, мне кажется, делают камчатскую зиму абсолютно несравнимой. Хотя вот по мне, наверное, на сегодняшний день все-таки на Камчатку туристов, например, больше летит, наверное, летом все-таки. Бренд остается, но постепенно все равно все больше привлекательность зима тоже получает. И на самом деле уже люди и спрашивают, и интересуются, и Беринги становятся брендом, и Авачинский марафон лыжный. У меня, например, много знакомых прямо за год уже планируют, вся в календаре, есть, да, вот Авачинский марафон, март, мы уже купили билеты, обязательно приедем. Или начинают готовиться к нему. Вот, собственно, они меня и сподвигли к тому, чтобы тоже серьезнее к лыжам начать относиться и подготовки, чтобы не ударить грязь лицом. Хорошо, такой личный вопрос. Как вы познакомились? У нас просто и семейная присказка. Не хочешь, не слушай, а врать не мешай, поэтому я Розалию первую хочу послушать. Мы вместе работали в Московском государственном университете, занимались разработкой медицинского прибора, тактильного доскопического комплекса. Честно говоря, разработкой занималась Розалия, а мы занимались помощью в его продвижении, там, скажем, модель финансовая, маркетинг, вот все, что с этим связано. Ну, тогда маркетинг у вас был не очень эффективный. Получается, вы изобретатели, в принципе-то, да? Изобретатели и их помощники. Хотя, на самом деле, патент у меня тоже есть. Я этим даже горжусь. Патент на тактильный эндоскоп. Эндоскоп с тактильными возможностями. Если по-простому объяснять, ну, вот Розалия лучше, конечно, как медик. На пальцах это как будто можно изнутри пощупать внутренности пациента. То есть эндоскоп же это трубка, ну, вот такой толщины. А на конце электронный палец как будто. И на такой прибор, по форме похожий на мышку компьютерную, передается тактильное ощущение. Ощущение, как будто доктор может изнутри прощупать пальпацией и найти там опухоль или какие-то еще особенности ткани определить. Вообще так много болезней. Этот прибор применяется сейчас? В принципе. Применяется, но в экспериментальном режиме. Малая партия была изготовлена. Но, к сожалению, это наша особенность промышленности. Очень сложно вывести потом на такую, ну, стандартизацию промышленного производства. Розалия, а мужа дома как называете? Володей. А вам нас? Угадайте. У нас особых прозвищ нет. Креативным не блещем. Да, сейчас чаще звучит мама-папа просто, чтобы... Да, приучить ребенка. Он осваивает звуки, очень важно, чтобы он... Да, понимал, как обращаться. К сожалению, вина у нас не самые короткие были, легко повторить, поэтому... А чему особенному? Хотите научить Трифона передать какую-то, может быть, черту характера или еще что-то? Недавно как раз обсуждали мы, мне кажется, очень важно. Это трудолюбие и такая терпение, усидчивость, чтобы он понимал, что все в жизни непросто дается. И, ну, так старался и осваивал какие-то вещи, даже если они с первого раза не получаются. Мне кажется, это очень важно в современном мире. К сожалению, это все больше дефицит. Я смотрю так на современных, вот общаясь там с школьниками, студентами, мне кажется, этого не хватает. Вот это, то, что называют клиповое мышление, оно сбивает немножко с такой упорства, настойчивости. Вот мне, конечно, хочется вот это привить. Ну, кстати, что хочу сказать. Благодаря нашим слаженным усилиям пельмени, можно сказать, готовы. Их остается только закинуть уже в кастрюлю. Хотя бывает и жарят пельмени тоже. Что-то к пельменям мы туда добавляем еще из приправ. Да, лавровый лист. Лавровый лист. Так, хорошо. И перец горошком у нас тоже. Есть перец горошком. Раз, и все. Есть еще какая-то смесь трав, наверное, укропных. Подаю вам все, чтобы было вкусно. Пока вы отправляете пельмешки нежно в кастрюлю, хочу спросить, Владимир Викторович, какое в детстве было самое нелюбимое блюдо? Я очень борщ не любил в детстве. Хотя сейчас люблю. А почему так? Не знаю. Борщ не любил. Вообще свеклу не люблю. Может быть, мне эстетически она не нравится, она слишком маленькая была. Не очень люблю гречку. И в детстве не любила ее. И сейчас не любят. И сейчас не любят. Так, Родоля, а у вас? А у вас? Нет, я была всеядным ребенком. Наверное, единственное, что я не любила творенную морковку. И сейчас не любят. А любимое новогоднее блюдо, может быть, какое-то традиционное, которое вам передано, рецепт от родителей, бабушек? Ну, наверное, новогоднего нет, но вот традиционное рождественское блюдо – это всегда гусь с яблоками. Выдерживается заранее, немножко, за пару часов смазывается солью, перцем, горчицей и, соответственно, фаршируется яблоками. Внутрь еще немножко чернослива добавляю. Но самый главный ингредиент – это гусь, который нам родственники из деревни передают. Да, это гусь, который обычно бабушка выращивала, Царство из Небесное до этого, а сейчас тетя. Подождите, а это гусь, который прилетает сюда, на Камчатку, не своим ходом? Да, да, да. Перелетный гусь. Он перелетный, но в багаже. Или они, может быть, его отправляют оттуда. Лети, так, тебе на Камчатку, запомни. Будешь готов, к 7-го числу прилетишь. Ну что, наше новогоднее лакомство готово. Пельмени сварились. Можно доставать? Всплыли, значит, готовы. Отлично. Так, наша... Не знаю, можно ли пельмени называть лакомством. Кстати, пахнет вкусно. Пельмени уже здесь. Да, шикарно. Очень хорошо, что добавили лавровый лист. Я предлагаю добавить еще масло. Тороный завершающий штрих. Будет точно не лишним. Масло в пельмени жалеть не стоит. Дайте еще, может быть, большую ложку перемешать. Это все дело. Большую ложку. Не только кашу маслом не испортишь, но и пельмени. У Трифона, я так полагаю, что скоро предстоит знакомство с Дедом Морозом. И это, наверное, будет премьера этого замечательного новогоднего персонажа. А есть ли уже план у вас по этому поводу? У нас нет специального пока плана, но точно он уже знает, кто такой Дед Мороз. У него есть... Вот в последнее время начал любить сказку про Дед Мороза и лето. И с удовольствием ее слушает. К сожалению, пока не задает вопрос, кто такой Дед Мороз. Но я думаю, будет ему интересно посмотреть. Я думаю, что в этом году Дедом Морозом будет папа. Мы уже в прошлом году опробовали наряд. Правда, я других детишек поздравлял. Но думаю, что и в этом году тоже мы от традиции не будем отходить. Но, конечно, очень важно, чтобы ребенок к этому особому настроению Нового года привыкал. И чтобы это становилось традицией, которой он будет ждать, которой он будет готовиться. Будет задумываться о ней, будет задумывать свое происхождение. Потому что ведь Дед Мороз в разных культурах по-разному выглядит. Но везде присутствует, как сказочный персонаж. Наш Трифон обязательно полюбит его, я в этом уверен. Наша слаженная команда поработала как следует ударно и сделала отличное новогоднее блюдо. Вам тоже рекомендуем собираться семьями и во время лепки пельменей обязательно обсуждать какие-нибудь хорошие истории. Еще и поели вкусно. Да, пельмени это больше. Еще сейчас поедим, надоедим. Пельмени это больше, чем блюдо. Это семейная традиция, это разговоры, это дружба. Они соединяют. Так что лепите пельмени, а мы продолжаем наш новогодний телемарафон. Артем, а что люди делают на Новый год? Как что делают? Поют, конечно. И караоке вообще одна из самых любимых забав жителей Камчатки. А мы знаем, что Владимир Викторович хорошо поет, но надо в этом убедиться. Тогда приглашаем вас в нашу караоке-студию. У леса на опушке Жила зима в избушке Она снежки солила Березовой кадушке Она сучила пряжу Она ткала холсты Ковалы ледяные, да над реками мосты Потолок ледяной, дверь скрипучая За шершавой стеной тьма колючая Как шагнешь за порог всюду иний А из окон порог синий-синий Потолок ледяной, дверь скрипучая За шершавой стеной тьма колючая Как шагнешь за порог всюду иний А из окон порог синий-синий Ходила на охоту, гранила серебро Сажала тонкий месяц в крустальное ведро Деревьям шубы шила, тарила санный путь А после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть Потолок ледяной, дверь скрипучая За шершавой стеной тьма колючая Как шагнешь за порог всюду иний А из окон порог синий-синий Потолок ледяной, дверь скрипучая За шершавой стеной тьма колючая Как шагнешь за порог всюду иний А из окон порог синий-синий Дорогие друзья, Новый год — это праздник, который отзывается песней в душе каждого Пусть весь следующий год ваша душа поет от счастья и радости Пусть наши общие планы обязательно сбудутся, а Камчатка будет процветать Пусть дом будет наполнен любовью и теплом родных людей И пусть ваш дом будет полной чашей И с наступающим Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok